В последнем видео мы узнали, как назначать абсолютной конфигурации R с центром хиральности. На этом видео мы применим ту же концепцию к циклическим соединениям. Итак, глядя на циклическое соединение, я вижу, что этот углерод — это мой центр хиральности, мой стереоцентр или мой стереогенный центр, неважно, как вы его назовете. Это sp3-гибридизированный углерод с четырьмя разными группами, прикрепленными к нему разными путями вокруг кольца. Итак, это мой центр хиральности. Вопрос в том, R — это или S в этом центре хиральности. И чтобы это выяснить, нам снова нужно нарисовать эту молекулу и показать еще несколько связей. Итак, это мой центр хиральности — углерод. А этот непосредственно соединен с углеродом слева. И этот углерод слева связан с двумя водородами и с углеродом здесь внизу. А этот нижний углерод связан с двумя водородами и еще одним углеродом вот так. Итак, если я пойду вокруг, к правой стороне кольца, я знаю, что мой углерод, центр хиральности, связан с этим углеродом, который связан с двумя водородами. Идем вниз. Этот углерод вот здесь связан с водородом и имеет двойную связь с этим углеродом внизу. И когда вы определяете R или S, будет полезно представить, что этот углерод фактически будет связан с двумя другими углеродами, тогда как в действительности он имеет двойную связь с одним и тем же углеродом. Это поможет нам, когда мы попытаемся вычислить приоритетность для наших групп. И к моему центру хиральности также присоединена метиловая группа. Нарисую метиловую группу вместе с водородами. И еще есть водород, направленный в сторону от меня в пространстве. Итак, теперь у меня есть все мои четыре группы. Давайте посмотрим, можем ли мы расставить приоритетность. Первое, что я делаю, это смотрю на атомы, непосредственно прикрепленные к моему центру хиральности. Итак, этот углерод, прикрепленный к нему водород, углерод и еще один углерод. Я знаю, что у углерода более высокий атомный номер, чем у водорода. Поэтому сразу же становится ясно, что водород будет моей группой самой низкой приоритетностью. 4 здесь. Итак, приоритетность водорода в этой молекуле 4. У меня есть загвоздка с этими тремя атомами углерода. В таком случае нужно просто двигаться дальше. Нужно рассмотреть атомы, которые непосредственно соединены с этими углеродами. Верхний углерод связан с тремя водородами. Напишу здесь 3 водорода. Этот углерод слева непосредственно связан с водородом, водородом, углеродом. Выпишу углерод на первом месте. Итак, углерод, водород, водород. Углерод справа также соединен с водородом, водородом, углеродом. Запишем так же, как в предыдущем случае. Теперь давайте посмотрим, могу ли я определить приоритетность, исходя из того, что я знаю на данный момент. Смотрим на первый атом, которым является водород, углерод и углерод. И очевидно, что углерод выигрывает. У углерода самый высокий атомный номер. Теперь мы знаем, что метиловая группа имеет третью приоритетность, потому что у нее самое низкое значение атомного номера. Теперь у меня по-прежнему есть проблема, потому что, если я продолжу, мне придется сравнивать водород с водородом и снова водород с водородом. Итак, я до сих пор не знаю. Я вынужден продолжать и идти дальше, или я должен перейти к следующему атому вот сюда. Итак, если я перейду к следующему углероду, что соединено с этим углеродом здесь внизу? Водород, водород, углерод. Итак, если я выписываю углерод, водород, водород. А что соединено с этим углеродом? Углерод, углерод, водород. Итак, углерод, углерод, водород. И если я поищу мой первый пункт «Правила различия» снова, этот углерод по сравнению с углеродом опять не то. Когда я перейду к этому второму атому, это водород и углерод, так что углерод выигрывает. Итак, углерод выигрывает, так как обладает более высоким атомным номером. Итак, я назначу приоритетность номер 1 этой части кольца справа вот здесь, а эта часть кольца вот здесь получит приоритетность 2. Теперь я могу определить абсолютную конфигурацию. Итак, если я вернусь сюда к рисунку слева, мы уже выяснили, что это приоритетность номер 1. Идем по кругу вправо — это приоритетность номер 2. Идем по кругу влево — метиловая группа получает приоритетность номер 3. И я могу проигнорировать водород, так как он направлен в сторону от меня в пространстве. Итак, направление будет в эту сторону, что соответствует движению по часовой стрелке. Следовательно, абсолютная конфигурация будет R. Итак, R. Хорошо. Теперь давайте выполним еще одну задачу, где нам тоже нужно будет назначить абсолютную конфигурацию циклическому соединению. Итак, здесь у меня молекула, которая называется карвоном. Подпишу это название. И карвон имеет один центр хиральности. И этот углерод вот здесь. Итак, это мой центр хиральности. Итак, какова же абсолютная конфигурация в этом центре хиральности? Снова будет полезно нарисовать все атомы. Итак, если это центр хиральности, обозначу мой центр хиральности вот так. И по мере того, как я поднимаюсь, этот углерод непосредственно связан с другим углеродом, который связан с двумя водородами вот так. Итак, а затем я перехожу сюда, и это мой карбонильный углерод, верно? Это вот этот углерод здесь. Он связан с углеродом справа и также имеет двойную связь с кислородом. Итак, я могу использовать тот же трюк, что и раньше. Я могу представить, что он связан с двумя разными атомами кислорода, даже несмотря на то, что это не так. Итак, я возвращаюсь к моему центру хиральности, и давайте посмотрим, направлен в мою сторону. Что направлен в мою сторону? У меня есть углерод, непосредственно связанный с другим углеродом. Итак, теперь я здесь. И этот углерод связан с углеродом вот тут. И имеет двойную связь с углеродом здесь внизу. И опять я могу представить, что есть два углерода здесь внизу. И я пойду вокруг этим путем. Я знаю, что мой центр хиральности связан с другим углеродом здесь, который связан с двумя водородами. И этот углерод связан с углеродом вот тут справа. А этот углерод имеет двойную связь с этим углеродом. И опять я могу представить, что он связан с двумя разными атомами углерода. И здесь также водород связан с этим углеродом. Итак, теперь, когда я все нарисовал, давайте посмотрим, можем ли мы вычислить приоритетность групп. Мне также нужно добавить сюда водород, который направлен в сторону от меня. Итак, вот почему на самом деле мне даже не нужно думать о нем. Водород направлен в сторону от меня. Поэтому я могу автоматически определить, что его приоритетность будет 4. Потому что снова мы сравниваем атомы, непосредственно прикрепленные к центру хиральности, то есть углерод, углерод, углерод и водород. Итак, водород проигрывает и получает 4. Снова у меня есть проблема. Все эти углероды здесь, поэтому мне нужно посмотреть, что связано с этими углеродами. Итак, что непосредственно связано с углеродом сверху? Это водород, водород, углерод. Итак, это углерод, водород, водород. Что связано с этим углеродом вон там на выступе? Это углерод, углерод, углерод. Итак, у меня есть углерод, углерод, углерод. А для этой группы, идущей вот здесь справа, что связано с этим углеродом? Это водород, водород, углерод. Итак, я запишу углерод, водород, водород. Давайте поищем первый пункт различия. Итак, если я взгляну на углероды, они прежде всего связаны с другими углеродами. Это не очень мне помогает. Затем я обращаю внимание на водород, углерод и водород. Я сразу знаю, что углерод выиграет. Вот этот углерод выигрывает, потому что углерод побеждает водород. Итак, эта группа, смотрящая на меня на выступе, получает приоритетность номер один. Приоритетность номер один. И если я продолжу разбираться, снова столкнусь с проблемой с этими двумя группами. Поэтому я должен перейти к следующему углероду. Итак, давайте перейдем и посмотрим, что непосредственно связано с моим следующим углеродом, который находится вот здесь. Здесь есть кислород, кислород, углерод. Итак, это будет кислород, кислород, углерод. А вот этот углерод вот здесь связан с углеродом, углеродом и водородом. Итак, углерод, углерод, водород, который из них выигрывает. Кислород против углерода. У кислорода атомный номер выше, чем у углерода. Следовательно, я могу сказать, что эта верхняя группа имеет более высокий приоритет, чем эта нижняя группа. Итак, эта верхняя группа получит номер два, а нижняя получит номер три. Теперь я перенесу все значения на этот рисунок. Эта группа на выступе получила номер один, когда я расставлял приоритетности. Группа вот здесь с карбонилом получила номер два, а эта нижняя группа получила номер три. И водород, направленный в сторону от меня, получил номер четыре. Итак, если я пойду по кругу этим путем, потому что это один, два, а затем три, так что я иду по часовой стрелке. Итак, это R. Итак, это R-карвон. Давайте я напишу это здесь. Это R-энантиомер карвона. Давайте посмотрим, можем ли мы нарисовать его зеркальное отражение. Итак, чтобы нарисовать зеркальное отражение карвона, я буду отражать эту молекулу в зеркале. Итак, давайте подумаем о том, что мы получим, если отразим эту молекулу в зеркале. Нарисуем здесь зеркало, что-то вроде этого. Я знаю, что моя метиловая группа будет здесь. Она прикреплена к моему кольцу. Рисую непосредственно кольцо. Итак, в отражении в зеркале мои двойные связи окажутся вот тут. Карбонил окажется вот тут. Здесь будет углерод, к которому прикреплена группа, смотрящая на меня. Так выглядит энантиомер нашего карвона. Итак, это должен быть S-карвон. Давайте возьмем и напишем S-карвон здесь. Теперь определим приоритетности и еще раз проверим, что все совпадает. Итак, я знаю, что эта группа, смотрящая на меня, имеет первую приоритетность. Я знаю, что эта, идущая таким образом, имеет вторую приоритетность. Идущая таким образом, имеет третью. И есть водород, направленный в сторону от меня, верно? Вот водород, направленный в сторону от меня. И у него четвертая приоритетность. Итак, какое тут будет направление? На этот раз оно будет 1, 2, 3 против часовой стрелки. Итак, это S. Мы только что доказали, что эта формула действительно является схематичной структурой энантиомера или S-карвона. Теперь, помните, есть другой способ представить энантиомер. Я могу просто начать с первоначального рисунка. Итак, другой способ представить S-карвон — это начать с первоначального рисунка и вставить группы. И все, что мне нужно сделать, это изменить клин на пунктир. Итак, если бы я изменил клин на пунктир, то я бы получил эту молекулу. И это также S-карвон. Итак, эти две молекулы эквивалентны. Вы можете проверить и убедиться в этом сами. Теперь интересная штука относительно R-карвона и S-карвона состоит в том, что они являются энантиомерами друг друга и при этом пахнут по-разному. R-карвон пахнет как мята. Запишу это. R-карвон пахнет мятой. Мятой. А S-карвон имеет запах семян тмина. Итак, природа хиральна, и рецепторы у нас в носу также хиральны. И тот факт, что эти две молекулы имеют для вас разный запах, говорит вам о том, что эти энантиомеры на самом деле связываются с разными рецепторами в вашем носу и имеют разный запах. Итак, природа трехмерна. Это одна из причин, почему изучение стереохимии так важно.